После окончания ремонта в терапевтическом стационаре Щелковской областной больницы на улице Краснознаменской на новый уровень вышла неврологическая и кардиологическая помощь. На протяжении двух лет тяжёлых пациентов с инсультом приходилось госпитализировать в соседние города. В пути терялось драгоценное время, а вместе с ним и шансы на благоприятный исход лечения. Теперь пациенты получают помощь, не выезжая за пределы города, к тому же в новых комфортных условиях. Также после ремонта открылось новое отделение – первичное сосудистое для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. В стационаре есть всё необходимое – современное оборудование и квалифицированные кадры. Принципиальным моментом является ранняя возможность проведения тромбо-лизиса. Без необходимости везти пациента в Мытищи, в Пушкины или ещё куда-либо в течение короткого промежутка времени. Доезд до Краснознаменской занимает буквально считанные минуты у бригад скорой помощи. Соответственно, пациент не теряет времени. Отделение реанимации, в котором работает Павел Патрушин – ворота стационара. Тяжёлые пациенты с нарушениями мозгового кровообращения поступают сюда, минуя приёмное отделение. Тут главенствует стандарт «золотого часа» – время, за которое пациент устанавливает диагноз и проводит лечение. Уровень оказания помощи ничем не хуже, чем в Москве. И вот здесь как раз вопрос временных рамок. Если транспортировать тяжёлого пациента в Москву – вопрос времени. Мы потом не получаем тот результат, который можем получить, если провести необходимое лечение сразу фактически от колёс скорой помощи. Четырёхэтажный стационар на улице Краснознаменская располагает широкими возможностями, являясь структурным подразделением большой и серьёзной организации – Щёлковской областной больницы. Опытные врачи-неврологи, кардиологи оказывают помощь пациентам своими силами. А если возникают какие-либо сомнения в назначении лечения, или появляется необходимость в хирургическом, травматологическом, урологическом вмешательстве, оперативно передают профильным специалистам. Эти специалисты в течение короткого времени, буквально часа полутора, приезжают точно так же из другого филиала, проводят консультацию. Или, например, по телефону созваниваемся, получаем информацию, что им для консультации необходимо дополнительное обследование в каком-то объёме. Мы проводим, доктор приезжает, получает готовый результат, назначает лечение. Пациентов после тяжёлого инсульта врачи направляют в первичное сосудистое отделение, где те находятся под наблюдением врачей ещё 10 суток. При отсутствии осложнений больных переводят в отделение неврологии. Как раз в таком проходит плановое лечение после инсульта Вера Лаврёнова. Лежу в неделю, в трёхместной палате, очень удобно. Рядом с домом удобно. Я села на автолайн, приехала до самой больницы. К населению врача Павла Патрушина только одно пожелание – следить внимательно за своим здоровьем и в случае возникновения каких-либо симптомов не затягивать с посещением врача. Михаил Налётов, Валерий Жиглей, Щёлковское телевидение. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова